Доброе утро всем еще раз. Эту неделю по праву можно назвать Днепропетровске неделей кино. И дело вовсе не сразу в двух допремьерных показах, но и в одном очень важном событии, даже главном событии в жизни Украины. В девятом международном фестивале экранных искусств Днепро-Синема имени Данила Сахненко. Поделиться эмоциями о фестивале к нам сегодня пришли Валентина Владимировна Слобода, директор Днепропетровского дома искусств, секретарь Национального союза кинематографистов Украины. Доброе утро. А также Ярослав Лупий, народный артист Украины, секретарь Национального союза кинематографистов. Я прям волнуюсь, говоря о таких высоких титулах. И председатель жюри кинофестиваля. А также Александр Елагин, руководитель киностудии Кино Кемерия, город Херсон. Доброе утро всем. Большое спасибо, что пришли к нам в прямой эфир, такое утреннее время, раннее время. Хочется сказать, что девятый международный фестиваль – это значимое событие в жизни украинского кино и вообще в жизни нашего города. Расскажите, какое количество кинематографистов приняло участие в этом году в фестивале и откуда они к нам приехали? Цей фестиваль уже девятый, и он започаткованный Национальной спилкой кинематографистов спольно с Дніпропетровской городой, с инициативой нашего средства кинематографистов, с метою показать, что кино живет не только в столице, а и есть кинематографисты в разных местах Украины, в разных местах России, Белоруси и других стран, которые творят это диво-кино. И они пытаются показать нам и рассказать про то, что хвилюет их, как они чувствуют пульс часу. И нам приятно, что цего года мы получили понад 130 заявок, и ясно, что все показать их невозможно. Просевочная комиссия попрацювала и выбрала аж 95 для показа. И если, например, цифра минулого года до показа была больше, но это было больше короткого метра, больше небольших фильмов, а цего года еще и полнометражных много, поэтому мы настанно працюем, копитка у нас работа до позднего вечера, и сегодня будем продолжать дивиться эти фильмы. Фильмы из этого года из семи страны мира, это Черногория, это Абхазия, это Немеччина, это Польша, это Украина, Белоруссия, Россия. И вчера, прямо в период фестиваля, до нас приезжала людина и обратилась до жюри из Латвии, и говорит, пожалуйста, мы хотим, чтобы вы поделились. Голова жюри дозволил, потому что у нас нет червоной дорожки, это не фестиваль класса А, и даже там, вы сейчас рассказали про правду, когда приезжает даже один гость. Так, мы работаем, чтобы люди увидели экран, чтобы в вузах, в техникуме, в школах, в клубах, в киноклубах произошли встречи с нашими гостями, которые щороку приезжают, разные люди, с авторами фильмов, чтобы люди слышали и могли спросить, почему именно так, кто озвучивает. Сейчас про озвучку было, что люди озвучивали. Мы имеем, люди работают и снимают фильмы даже про тех, кто эту работу велико делает. Так что вот так мы работаем. Ну, сколько фильмов уже успели отсмотреть и гости, и жюри конкурса? Расскажите, пожалуйста, как прошли эти дни, как будет проходить сегодняшний день? Мне тяжело сказать, сколько. Ну, десь 2-3 мы, да? 2-3 десь уже освоили. Сьогодні до пізнего вечера мы дивимся, результати будут, мабуть, запізно, а озвучиваем мы их на эхо-фестиваль, на тому тижню, и покажем кращие стрички, как в зале, и будем в 3-4 каналу пропонувати. Ви завжди, спасибо вам, поддержите. И я помню, даже 2-й фестиваль, когда целую программу сделали и показывали. Спасибо вам. Какие фильмы вот за эти 2 дня показа впечатлили больше всего? Есть ли такие картины? Ну, во всяком случае, список этот сокращается. Претенденты, вот хорошо, Валентина сказала, много очень картин, но каждый день все меньше и меньше претендентов на какие-то награды, которые немногочисленны, награды, которые есть на этом фестивале. Есть картины очень интересные, практически впервые у нас получаются профессиональные просмотры, профессиональных кинематографистов, то есть это те люди, которые закончили вузы какие-то, которые уже имеют образование, которые имеют уже практику съемок картин. Вот, есть картины отличные, есть картины из России, очень впечатлительные, психологические, тонкие, современные картины. Я не могу называть, значит, называть сами картины, потому что все-таки мы будем решать сегодня, кто получит приз, а гостей много, естественно, поэтому. Вот, есть картины наши, потому что представлена Украина очень широко, 18 областей прислали свои картины. Вот, есть юмористические, это впервые получается, есть очень интересная юридическую картина, значит, впервые она появилась на этом фестивале. Откуда она? Она из Восточной Украины, скажем так. Ну, из Украины. Да, да, так что есть мультфильмы, есть художественные, документальные, научно-популярные, есть совершенно разный подбор картин. И это отрадно, потому что все-таки, знаете, при том, что сложно в Украине с кино, так, с производственного кино, но все-таки вот отрадно то, что таланты есть, и эти таланты необходимо отслеживать. И поддерживать. Конечно же, и поддерживать. Радио и фестиваль. Вот из всех тех фильмов, которые вы просмотрели, о чем чаще всего фильмы? Есть какая-то вот тема, которая прослеживается? Есть глубоко социальные картины, то, что модно сейчас в Украине особенно. Скажем, такие, которые могут потрясти сознание и общество даже. Меньше стало политических картин, и это отрадно. Есть картины о прошлом, есть о Голодоморе, есть о... Значит, я так намекну, картины есть и документальные очень интересные, поэтому есть о чем говорить, есть о чем спорить, и эти споры у нас как бы проходят, значит, и... Главное, главное в центре почти всех картин, человек, его судьба, не какие-то вот такие наблюдения, а человек с его человеческими чувствами. То есть вызовет обязательно, мы думаем, сочувствие и понимание у зрителя, и желание думать об этом и делать что-то хорошее. Ну, вообще, Одесса знаменита своей киностудией, но сегодня, мы знаем, что сегодня ваш город может гордиться не только ею. Кстати, могу поздравить, вчера Одесский Черноморец на выезде обыграл Загребское Динамо. Слушайте, вот это новость. Вчера и наш Днепр выиграл, и Одесский Черноморец, поэтому... Ну, я вас и нас поздравляю. Да, вот с таким праздником. Мы просмотрим, вчера закончили в 11 ночи, мы не могли посмотреть футбол. Ну, теперь будете знать. А теперь знаете. Спасибо за информацию. Вот, с чем в целом приехала Одесса на этот фестиваль? Чем будете радовать? Ну, Одесса, как всегда, она участвует в каждом фестивале, где-то получается лучше, где-то худше. Значит, но есть наша киношкола имени Веры Холодной, представила одну картину, и частная такая кинокомпания тоже вторую картину. Ну, мы одну уже посмотрели, следующую будем смотреть сегодня, наверное, я так думаю. Есть интереснейшие ребята, которые сняли, значит, Одесский трамвай. Картина, она почти полнометражная, такая длинная картина, но очень необычная. Вот, тоже сегодня будем смотреть эту картину. Вот, но это в основном молодежь, молодежь, которая экспериментирует, слава богу. Есть, значит, вот одна картина представляет некий такой психологический этюд, то есть мы можем... То есть она, как законченное кинопроизведение, имеет право быть на фестиваль. Мы отбирали картины, которые имеют мысль, которые имеют интересную мысль, которые по форме интересно очень решены. Вот так наша комиссия отбирала и представляла на фестиваль. Поэтому я думаю, что Одесситы, Одесситы, ну, достойно представлены на фестивале. Сейчас хотелось бы обратиться к Александру. Александр, чем удивлял Херсон в этом году? Ваш трудный город. Я являюсь членом студии Кинокемерии. Руководитель нашей студии Максимов Евгений Иванович. Он, к сожалению, не смог сюда приехать. От Херсона было представлено порядка пяти работ. От нашей студии был представлен фильм, в котором мы работали. Это фильм об осуенцами. Получилось так, что в прошлом году я был в командировке в осуенцами. И мне удалось воочию все увидеть. Мы читаем, мы видим. Но то, что я увидел сам, я не остался к этому равнодушный. И поэтому я решил об этом рассказать людям по-своему. Смысл в том, что не хотелось идти по продоптанной уже дорожке. Есть художественные фильмы, есть документальные фильмы. Но мы хотели как-то оставить свой взгляд. Есть интересные кадры, известные всему миру документальные кадры, правда ведь? Но есть точка зрения на эти события, есть ощущение человека, значит, по этому уже как бы такому сюжету, известному в мире. И есть вот в этой картине свое отношение, авторское видение. Есть очень хорошая одна мысль. Вот мы вчера обсуждали эту картину, и все сказали о том, что вот эта точка зрения, его очень точно выражена, и скрупулезно, и лаконично. Это то, что действительно называется авторским кино? Да, вот это авторское кино. Это не то, что вот сегодня все, что угодно называется артхаузом, как хотите, называете, но от изменения, значит, название сущность не меняется. Много картин невнятных. Мысль должна быть четко, лаконично, выражена. И если это интересно, тогда и зрителю это интересно будет смотреть. Ну да, чтобы после просмотра было хоть какое-то понимание того, что ты видишь. Ну, конечно, потому что очень многие молодые, знаете, вдаются в такие крайности, какие-нибудь такие жизненные. Ну, есть. Вот то, что нельзя снимать, знаете, как раньше было, ну, не принято среди кинотехнических снимать, а теперь нет. Вот нате, посмотрите, понаблюдайте, вот это кровище, как она оттуда, значит, вытекает, и сколько этой краски там выливается. И в этом суть. Конечно, не в этом суть, конечно. Суть в мысли. Или, например, открыли, там можно было уже снимать, знаете, обнаженных или что, и поехало. И такое ощущение, что вот когда много таких картин смотришь подряд, думаешь, господи, неужели это было когда-то запрещено? Вот, поэтому и до сих пор. Как будто мы это всегда смотрели. Это всегда смотрели, где-то разрешали. Так, а вот сегодня давайте вот обязательно покажем, откроем мир. Нечего, в мире все уже почти что открыто. Приятно, что на фестиваль приехали не только, открылась не только Украина, но и другие страны. Конечно. Валентина Владимировна, мы знаем, что этот год юбилейный для Днепропетровского Национального союза кинематографистов Украины. Вот, как вы готовились, чем была знаменована эта дата? Расскажите, пожалуйста, дальше. Ну и что приготовили к этой дате? Национальному союзу кинематографистов в этом году 55 лет. А нам, как структурному подразделению, вот он состоит из отделений, из ячеек, из организаций, мы одна из организаций, которая первая была открыта в областях, потому что раньше считалось, что кино живет в Киеве и в Одессе, потому что там есть киностудии, ну и чуть-чуть в Ялте, потому что там снимают, там хорошо, там море, а много фильмов с морем и о любви, как вы сказали. Вот, потому мы одни из первых осредков, которые открыл своим решением союз, понимая, что тут кинематографисты живут, они есть, они члены союза, и вот такая маленькая дата, все говорят, да что такое 15 лет? Ну и кино у нас молодое искусство, ему чуть-чуть больше 100, по сравнению с теми остальными искусствами, которым тысячелетие, да уже? Ну, некоторым столетие. Вот, потому для нас это дата, и мы рады, что есть у нас такой, у нас немного людей, 12 человек членов союза, и примерно 20 человек это член актива, есть такая, ну у нас как бы статус такой, согласно статуту нашему, союза кинематографистов, и нам приятно, что люди творят, это самое главное, они каждый год делают новые творческие работы. И чем мы радовались? Тем, что и к этой дате, не к дате, и к дате никто не готовился, а это наша жизнь. Они тоже подготовили работы, и мы в день открытия фестиваля рассказывали о наших тружениках, лица которых не всегда известны. Конечно, все знают, Жанна Александровича Мельникова, ну, народный артист, почетный гражданин Днепропетровска, снимается постоянно на экранах, так сказать, фильмах, или Мазур, который снимался и с Ульяновым, и с Татьяной Кониховой, и все. А есть люди, которых может лица меньше знают, но у которых даже своя планета есть. Вот Платонов, Влад Платонов, это наш известный деятель кино и писатель, вот у него решение, он снимает в основном фильмы о космической области, о нашем городе, о космической столице, о людях, которые вот создали ей, нашему городу, такой статус. Вот американское агентство ему присвоило, у него есть своя малая планета с сертификатом и так далее. Антон Владимирович, а что Днепропетровс представил в этом году? Ну, слово Днепропетровс представил, тяжело сказать. Мы принимаем все, что приносят. Приносят студенты, приносят школьники. Почему? Потому что у нас на фестивале разные номинации. Детское и юношеское творчество, аматорское кино, профессиональное кино, телевизионное жанрное, приносят наши телевизионники и 34-й канал в том числе. И нам это приятно, что творите и так далее. Вот много очень фильмов, ну, больше 30, да, Днепропетровска, где-то, да. Ну, мы хозяева, так надо, чтобы мы... Претендент на победу есть? Нет, так мы не можем раскрывать секрет. И область, и область. Да, мы можем просто сказать, что мне, например, вот как патриоту города и области, мне приятно, что, на мой взгляд, это фильмы очень разные. И в них чувствуется именно вот это авторское, не всегда повторение, не всегда вторичное.